Здравствуйте, дорогие братья и сестры! На библейском портале «Экзегет» мы вместе с вами сегодня рассматриваем воскресное евангельское чтение. Оно относится у нас к третьей неделе по Пятидесятнице из шестой главы Евангелия от Матфея. И там читаем такие вот удивительные слова. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Интересные слова про то, что светильник для тела есть око. Конечно, вот если взять древних святых отцов, то они понимают это как? И объясняют, что, допустим, у человека с пораженными глазами, когда у него глаза действительно не то, что даже бельмом, а вот практически не видит, и если он не видит, то он легко попадет в какую-то грязь, споткнется, испачкается, и так его тело покроется вот этой такой земной грязью, пылью. А тот человек, у которого глаза открыты и здоровы, не имеет никакой болезни, то он сохранит свое тело в чистоте. Но это только образ на самом деле, потому что подлинным нашим оком, которым мы взираем на мир, есть око нашей души, то есть ум и совесть. И вот это око и стоит хранить прежде всего. И вот наше внутреннее око бывает светлым тогда, когда мы и стараемся смотреть только на чистое и светлое. Вот помните, наверное, известная вот эта вот притча преподобного Паисия Святогородца о том, что люди часто уподобляются либо мухе, либо пчеле, да? То есть пчела, она чем отличается? Что даже если она будет лететь там, где груды мусора, она все равно все это минует, даже не посмотрит в эту сторону, она непременно найдет где-то прекрасный цветок, на который и сядет, и будет там добывать прекрасный нектар. А вот муха, даже если она будет лететь через поляну дышащую жизнью, красотой, все равно она тыщет какую-то грязь, на нее приземлится, ну и, соответственно, именно этим мухой будет питаться. И вот люди, они тоже, к сожалению, уподобляются либо пчеле, либо мухе, и уподобляются по принципу воззрения своих очей. Вот как мы смотрим, от этого и зависит, что в нас входит внутрь, чистота или грязь. Если мы видим чистое, светлое, то это и наполняет нашу душу и отражается даже на нашем телесном естестве. Иногда вот бывают, есть такие люди, которые еще сохраняют вот эту девственную чистоту, бывают те, кто, может быть, когда-то вели не очень чистый образ жизни, но придя к христианской вере и уже будучи воцерковлены, они обретают эту чистоту. И действительно, у них не просто душа чиста, а само тело их тоже как будто вот просветленное, как будто какой-то свет сияет сквозь их глаз в их лице, это лицо воспринимается как чистое, а бывает так, что человек, вот он погряз в грехах, и у него лицо такое мрачное-примрачное, там злое-призлое, или, в общем, сами его грязные мысли отражаются на его лице. И в этом смысле действительно, что если око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Вот это вот наше воззрение, как мы смотрим на то или иное, оно отражается на нашем теле. И вот преподобный Паисий Святогорец, он призывает всегда и везде стараться увидеть что-то хорошее, то, что послужит на пользу нашей душе. Ну, допустим, вот это, конечно, из такой монашеской традиции, он говорит, что вот я знал одного брата, монаха, который, если он, допустим, приходил в гости к монаху, у которого была идеальная чистота, порядок в келье, он говорил, вот какой молодец этот монах. Он также и о душе своей заботится, как о келье, у него в келье порядок, значит, он дисциплинирован, и он точно так же и в душе своей наводит такой чистый порядок, он и духовно тоже дисциплинирован. Но если этот же самый монах приходил, допустим, в келью другого инока, у которого все было в беспорядке, не прибрано и все разбросано, то он говорил, о, то же самое говорил, о, какой прекрасный монах, что он о земном совершенно не заботится, он настолько устремлен к духовному и небесному, что совершенно не замечает вот эти земные дела и не наводит порядков в своей земной келье. То есть, так или иначе, но вот этот монах, он для своей души приобретал пользы, потому что во всем он видел светлое. А вот как ты смотришь на мир, то и есть ты сам. И это действительно так, что, скажем, блудники, они везде видят только что-то блудное. Вор смотрит только своих позиций, где что-то украсть, где что-то плохо лежит. Гневливый человек ищет пищу для своего гнева. В общем, наши страсти, они тоже проявляются через наше воззрение, и поэтому нам надо стремиться к тому, чтобы око наше было чисто, потому что тогда и душа наша, и даже наше тело просветлеет. Вот я помню, когда учился еще в московской духовной семинаре, академии, то мы приходили к монахине Нине, она жила рядом с Лаврой, и уже ей за 80 лет было. И вот, ну, конечно, много болезней, помню, ноги у нее очень больны были, язвами покрыты. И мы, ну, как-то вот поддерживали ее, помогали, и приводили к ней в том числе батюшку для совершения таинства исповеди и причащения на дому. И я вот очень хорошо помню, что когда к ней вот мы приходили с батюшкой, то вот только-только она была еще простым таким вот утомленным, старым человеком, да, который где-то жаловался на жизнь, роптал, и казалось тоже вот, что вот она где-то унывала, и вот то не так, это не так ей казалось. Но она все-таки настраивалась на исповедь, потом очень искренно исповедовалась и причащалась. И как только она причащалась, то вот как будто из глаз ее исходил свет, и это уже был совершенно новый человек, у нее из лица вот сияла такая удивительная любовь, и слово ее само становилось совершенно другим. То есть вот эта вот чистая молитва и чистая исповедь и причащение святых тайн буквально ее преображали так, что не только око ее становило светом, но и самое тело, да, даже то есть самое ее лицо просветлялось, и она уже не роптала, а наоборот даже вот тебя поддерживала, укрепляла. Это совершает только благодать Святого Духа. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Мамона – это, в общем-то, с сирийского языка буквально богатство. И у сирийцев даже был такой бог, который считался покровителем богатства. Ну и, в общем-то, все язычество, оно скатывалось к тому, что люди служили вот подобным богам, покровительствующим земным страстям. И Спаситель нам говорит, что всякая наша страсть в каком-то смысле – это тоже идол, который привлекает к себе внимание. И если мы служим этому идолу, то мы не можем служить Господу Богу. Это любая страсть. Ну, допустим, страсть тщеславия, когда человек наслаждается буквально любой похвалой, высказанной в его адресе, специально ищет этой похвалы. Или то же самое – страсть обогащения. И такой человек, он буквально готов все отдать ради того, чтобы иметь какую-то прибыль. Для него ни чести, ни достоинства, ничего не существует. Он готов менять свое слово так и этак, лишь бы зарабатывать. И, в общем, здесь идет речь о том, что мы не можем одновременно служить Богу и своим страстям. Потому что всякая греховная страсть, она приковывает к себе внимание. Особенно такие страсти, как блудные страсти. Если ты увлекся такой плотской страстью, то она вмиг уничтожает всякое чувство святыни в твоей душе. И настолько поглощает себя, что никакой у тебя уже сердечной взаимосвязи с Богом не будет. Поэтому невозможно нам служить Богу и страстям. И для христианина путь может быть только один. Это постоянные борьбы со страстями и преодоление, ну, хотя бы вот в малом, каких-то своих греховных немощей. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тела одежды?» Сначала поясним, что значит «душа не больше ли пищи и тела одежды». В данном случае, значит, важнее. Душа важнее пищи и тела одежды. То есть, есть вот некая такая иерархия, да, что есть вот прежде всего душа, это самая главная ценность, бессмертная наша душа, сотворенная по образу Божию. Но есть также и тело, телесное естество, которое важнее значимее одежды. Вот как иногда, знаете, бывает у подростков, вот они, когда какая-то красивая одежда, допустим, еще весна только-только наступила, еще прохладно, но они ради того, чтобы выйти покрасоваться в этой одежде, готовы уже пожертвовать своим здоровьем, простудиться, но лишь бы вот походить в этой красивой одежде. И Спаситель говорит, что тело важнее одежды, поэтому забота о телесном здоровье намного важнее даже, чем эта красивая одежда. То есть тело не отрицается на самом деле, тело — это тоже создание Божие. Всякая одежда — это человеческое создание, а тело — это Божие создание, и поэтому мы тоже должны заботиться о теле, но прежде всего о нашей бессмертной душе. И при этом Спаситель говорит, ну, казалось бы, такие вот, может быть, странные слова, да, «не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться». Ведь если посмотреть историю, то в буквальном смысле, в буквальном смысле, эту заповедь исполняли только редкие святые, допустим, такие, как Мария Египетская, которая, раскаявшись в своих грехах, она перешла Иордан и несколько десятков лет там провела, вот именно так, не заботясь ни о пище, ни о еде, или, скажем, Блаженная Ксения Петербургская, которая тоже уже приняла на себя подвиг Христа ради ее родства, она питалась тем, что, как говорится, Господь послал. Но на самом деле здесь ведь о чем речь? Спаситель не говорит «не работайте», не работать, потому что безделье очень быстро разрушает духовную жизнь в человеке, и праздность – это Матерь всех пороков, всех пороков, как говорят, святые отцы. Спаситель не говорит о том, что вообще бросайте свою работу, уходите, потому что мы не потянем этот образ жизни, что Мария Египетская или Ксения Блаженная. А он говорит «не заботьтесь». Вот как объясняют это такие вот цветы и толкователи, тут имеется в виду «не тревожьтесь», «не тревожьтесь». И вот бывает у нас, что мы, когда ложимся спать, мы начинаем в уме своем пережевывать эти мысли, вот как же мы то сделаем и это сделаем, как же мы будем жить. И этими мыслями мы буквально изъедаем себя, уничтожаем себя. Утром мы встаем, не выспавшись, потому что ум наш был занят. Ну, представляете, идет усиленная мыслительная работа, вот как мы вот это преодолеем, как мы выполним эту работу. А если вдруг уволят, как же мы будем жить? И по существу эти мысли все, они на самом деле пустые. Они пустые, они не имеют к реальной жизни никакого отношения. А нас они внутри уничтожают, изъедают, как какие-то клопы, которые сосут кровь. И вот эти вот мысли, эти тоже мелкие такие мысленные клопы, они высасывают из нас все жизненные соки. И Спаситель говорит, вот перестань тревожиться, перестань погружаться в эти абсолютно бесполезные тревоги, потому что Господь своим промыслом тебя не оставит. И обязательно Он тебе подаст. Ты просто выполняй то, что тебе поручено. Вот у тебя есть какие-то способности, есть какая-то работа, ты выполняй ее с чистой совестью, а остальное возложи на Господа. И Спаситель в качестве примера говорит, взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. Причем нельзя сказать, что птицы вообще не работают. Надо сказать, что у них тоже много своего труда, но они не занимаются накопительством. «И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» Покажется тоже последнее выражение, может быть, несколько странным. Локоть – это мера роста, ну, буквально, вот как локоть, примерно вот так, да. То есть не всегда были люди высокого роста, но хочешь ты или не хочешь, ты сам своими силами себе росту прибавить не можешь, потому что это только от Божьего промысла. И Господь определяет, какого роста вырасти тому или иному человеку, так же и сколько лет ему прожить. Это все в руках Божьих. И, соответственно, зачем нам заботиться, если Господь питает даже таких вот мелких птиц и заботится о них? «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них». Действительно, на самом деле, сколько человек не пытается создать что-то красивое, сшить какие-то красивые одежды, написать какие-то красивые картины, все равно он не может создать более красивее, чем создал Господь. И простые полевые лилии, цветы, вообще вот те цветы, которые украшают наш мир, они просто поражают своей удивительной, уникальной красотой, потому что эта красота живая. И это произведение любящего нас Господа. А раз Господь вот так украшает эти цветы, которые, вот как сам он говорит, «Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошено в печь, Бог так одевает, кальми паче вас маловеры». То есть, несомненно, Господь подаст и пищу, и все, что тебе нужно. Вот я вспоминаю один знакомый священник, протерея Вадима, отец Вадима. Мы с ним вместе учились, и он рассказывал про свою бабушку, которая во время Второй мировой войны, вот она осталась одна с двумя маленькими детьми. Дочке было 4 года, а сыну вообще всего лишь 6 месяцев, полгода. Ну и, как понимаете, время крайне трудное. Ей приходилось работать для того, чтобы не умереть с голода и детей своих прокормить. А потом она подвернула ногу, потеряла возможность работать, и закончилось у них все пропитание. Вот так несколько дней они проголодали, и, думая уже, что теперь они умрут, она вышла за город в поле и начала молиться Богу, вот уже ожидая, что она умрет, и она не хотела видеть смерти своих детей, голодной смерти. И тут вдруг к ней подходит какой-то старец и говорит, спрашивает, что она здесь делает. И она начинает вот жаловаться тоже на свою судьбу и говорит, что ведь я же старалась всегда жить честно, почему же Господь вот так вот такую несправедливость попускает? И ей старец на это отвечает, ты только старалась, а Господь вообще не грешил. Однако люди его распяли на кресте, он смерть за нас претерпел, и запомнит, и не оставлено Богом. Возвращайся домой, тебя ждут, и Господь вам, несомненно, поможет. Ну и она действительно, в ней что-то вот такое внутри поменялось, и даже непонятно, что это был за старец. Вот она вернулась домой, и после этого неожиданно соседи, какие-то люди стали приносить им продукты, хотя даже вроде бы они не просили. То есть Господь своим промыслом устроил так, что сохранил им жизнь через других людей. И действительно мы видим, что все в руках Божьих. И Господь, когда нужно, Он проявит о тебе заботу, поэтому не должны мы унывать, не должны мы опускать руки. Ну что могло быть хуже, чем вот это военное время, когда у нее нет мужа совершенно, она теряет здоровье, не может двух детей своих содержать, и все равно Господь промыслом своим подает им пропитание. Вот так они выжили, и дальше у них тоже стали появляться еще дети, внуки. И отец Вадим рассказал про это. Эту историю. И Спаситель, Он подытоживает и говорит, «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться». Потому что всего этого ищут язычники. Вот язычники искали хлеба и зрелищ, как бы наслаждение только земного. Но ведь само пропитание, оно тоже для чего-то нам дается, для того, чтобы мы делали добро, для того, чтобы наша душа преуспевала в духовной жизни. И потому что Отец Ваш Небесный знает, что Вы имеете нужду во всем этом. Господь знает наши земные нужды. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его. И это все приложится Вам. И, в общем-то, действительно, те, кто старались жить даже прямолинейно, такие, скажем, как Симеон Верхотурский, который просто старался жить по совести, делать добро людям, и у него тоже было пропитание. Поэтому все вот это евангельское чтение говорит нам о том, что всякое уныние надо отложить, что Господь все время рядом с нами, Он видит все наши заботы. И какие-то тревоги, переживания надо выбрасывать из своей головы, а попечение возложить на Господа, потому что Он все это видит, Он знает это. Нам лишь бы вот в своем сердце быть верными Богу, не погрешать против совести, не завидовать, не осуждать, не произносить никаких злых слов, делает добро другим людям, и это добро стариться и вернется, потому что Господь все это, несомненно, приложит, если мы ищем Царство Божие. Аминь. С воскресным днем вас, братья и сестры.